Павел Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый ли? Итак, формулировка ЦИКа в связи с невыполнением требований закона к моменту подачи документов на регистрацию в качестве кандидата закрыть счета, прекратить хранение наличных денег и ценностей в иностранных банках и осуществить отчуждение финансовых инструментов. Давайте проясним еще раз историю с активами Белизи. Я правильно понимаю, что бумаги, представленные на заседании ЦИКа, вас не убеждают? Дело в том, что так называемые финансовые инструменты или фирмы Белизи были переданы еще в апреле 2017 года. И у них есть все документы. Если бы это не было сделано, меня просто не допустили бы до президентской кампании. Поэтому ЦИК точно знает, что никаких незакрытых счетов, никаких фирм у меня не было еще тогда. Ну, естественно, странно было бы утверждать, что с момента 2018 года я вдруг что-то открыл и опять по-новому. Поэтому, скорее всего, это ошибка. Тогда вопрос от коллег из «Коммерсанта». Знали ли вы о том, что в сентябре 2020 года адвокаты вашей бывшей супруги в Белизе восстановили деятельность упомянутой компании «Бонтроу»? Они утверждают, что она не была ликвидирована, а просто была удалена из реестра Белиза, но по факту продолжала существовать. Ну, естественно, во-первых, об этом никто знать не мог, но в том же суде, видно в «Коммерсанте», где адвокаты полихаты, которые полихата предоставила Ирине Игоревне, в томе номер 7 лежат все документы, связанные с тем, что переход права на офшор вот этот произошел 5 апреля 2017 года к совершенно другому человеку. И нельзя восстановить то, чего у человека нет. А развелись, как вы помните, мы через 2 года, в 2019 году. Поэтому, если в 2017 году от меня фирма ушла, то в 2019 году вернуть собственность фирмы опять мне было невозможно. Поэтому это все такие мошеннические схемы. Там один из этих представляющих полихату, который представляет Ирину Игоревну, заявлял, что они ездили в Белиз. Ну, понятно, что там, наверное, они под пальмой кого-то купили, скорее всего. Но документы говорят о другом в нашей налоговой инспекции, что в апреле 2017 года эта компания уже мне не принадлежала. Соответственно, ко мне никаких претензий быть не может. А у вас лично есть какие-то претензии, ну, допустим, к юридической службе КПРФ, которая не убедилась лишний раз в том, что это действительно так, во всяком случае, формально? Какие могут быть претензии к юридической фирме КПРФ, когда никто вообще не мог узнать о том, что какие-то мошенники съездили куда-то на основании непонятных документов? Еще раз говорю, вы поймите, нельзя разделить то, что вам не принадлежит. И в деле в 2019 году были все документы о том, что никакого офшора у Грудинина нет, поэтому делить нечего. Поэтому ни претензий к юридической компании КПРФ, ни к кому другому быть не может. И ко мне тоже быть не может. Скажите, а вот по поводу этого отчуждения в пользу другого лица, речь, насколько я понимаю, идет о Сергее Хмельницком. Можете ли вы прокомментировать обвинение в фиктивности сделки по передаче Бантрое пакета этого в его пользу? Потому что вы утверждаете, что передали в 2017 году в полное владение этому человеку адвокаты, упомянутые вами, представляющие интерес, насколько я понимаю, вашей бывшей супруги, утверждают, что ни в одном документе в выписке про компанию Бантрое Хмельницкий не упоминается. Это значит, что де-факто вы оставались владельцем этого пакета. Адвокаты могут на коленке что-то рисовать, а потом утверждать. Уже несколько раз в судах, уже арбитражного суда Московской области, было доказано, что эти адвокаты представляют документы, не соответствующие действительности. Классифицируют подписи экспертов. Поэтому говорить о деятельности этих адвокатов у меня никакого желания нет. Но есть налоговая инспекция Российской Федерации. Еще в феврале 2018 года эта инспекция написала господину Хмельницкому претензию, а потом выдала решение о том, что его штрафуют за то, что он не сдает отчет. Уж налоговой инспекции Российской Федерации можно верить, она не штрафует просто так. Поэтому эти документы тоже были предъявлены, что фактически компания с апреля 2017 года по декабрь 2018 принадлежала Хмельницкому, а потом в ЦИКе были показаны документы, что она ликвидирована в 2018 году. Если она ликвидирована в 2018 году Хмельницким, как можно было восстановить в 2019 или 2020 году фирму, которой, скажем так, владел совершенно другой человек, а тем более дать какую-то часть акции мне. Поэтому мошенники, которые занимались рейдерством по отношению к нам, люди, которые вводят в заблуждение, в том числе, кстати, Генеральную прокуратуру, потому что, понимаете, документы пришли не от мошенников, не было приложено к заявлению, которое подписала моя бывшая супруга, я думаю, под давлением этих адвокатов, ни одного документа же не приложено. А вот документы, которые предоставила Генеральная прокуратура, без подписей, без печати, без апостолей, без любых документов, которые должны соответствовать документам. Поэтому давайте не будем слушать глупые утверждения, а давайте посмотрим на документы. Ваши документы говорят об обратном, и на Ваших документах есть все подписи, и в их юридической составляющей Вы не сомневаетесь? Дело в том, что там довольно серьезная защита документов. А постель, подписи, гербовые печати, подписи в том числе и агентов, и регистратора, вот это является настоящим документом. Если Вы видели те документы, которые предъявили на обозрение Центральной избирательной комиссии, найдите там хоть одну подпись и одну печать. Возвращаясь к вот этому периоду, когда акции были, пакет был передан Хмельницкому до 2018 года, до периода, когда компания была ликвидирована, то есть, чтобы зафиксировать и больше к этому сегодня не возвращаться, Вы утверждаете, что это не было фиктивной передачей, и Вы не оставались фактическим владельцем этого пакета? Это было проверено, в том числе, в момент президентской кампании. И если Вы обратитесь к тем годам, то увидите, что, по-моему, какая-то лайф, вот это вот, такие есть кампании, которые об этом писали. Значит, и потом, я еще раз говорю, есть документы налоговой инспекции, которые я штрафовал, в том числе и меня, за то, что он вовремя не сдал документы. Поэтому у меня нет оснований, скажем так, говорить что-то другое. Ну, еще раз, в 2018 году ко мне никаких претензий по поводу этой кампании не было, и быть не могло. И в 2019 году, когда уже проходил раздел, в деле лежат все документы, я имею в виду, в деле раздела имущества, которые позволяют сказать, что бомб-троп было закрыто. Что потом эти мошенники делали, куда они ездили, что они там, так сказать, оформляли, мне неизвестно. Павел Николаевич, Ваше отношение к тому, что документы, которые, как Вы утверждаете, без должного юридического сопровождения со стороны Ваших оппонентов, переданные в ЦИК, были восприняты более лояльно, нежели Ваши, заверенные апостилем, подписями и печатями. Почему так? Вы тогда не знаете технологию. Эти документы каким-то образом оказались в Генеральной прокуратуре. Причем очень интересно получилось. Яковлый 13 июля, моя бывшая супруга написала заявление, 14 июля некто, первый заместитель представителя Центральной избирательной комиссии Булаев, быстро направил к Генпрокуратуре. Если Вы знаете положение Белиза, то это значит ночью только 15-го числа или 16-го эти документы могли быть запрошены в Белизе. Соответственно, они просто не успели прийти. Поэтому, судя по тому, что я увидел на Ктеракойкле, документы эти грубо составлены очень и не пришли ни из Белиза, потому что так документы не оформляются. Поэтому, каким образом в Генеральную прокуратуру попали документы, это уже дело Генерального прокурора, он должен провести служебное расследование. И мне ясно, что 21-го числа ответ получить было невозможно, и откуда взялись вот эти, на мой взгляд, фиктивные, социализированные документы, это отдельный разговор. Но теперь уже будет рассматривательство в Верховном суде, там, я думаю, будут сделаны определенные запросы, будет видно, каким образом из довольно закрытого государства закрытые документы поступили в Генпрокуратуру, будет проверена их подлинность, Наши документы все проверяли, еще раз, Налоговая инспекция Российской Федерации в 2017 и 2018 году провела все необходимые действия, чтобы закрыть эти компании. И у нас на это есть все первые экземпляры. Пока документы в Верховный суд, насколько я понимаю, не поданы, еще до конца вы не собрали все. Ну, понедельник, надо заявление. Скажите, вы на что-то рассчитываете по итогам этого рассмотрения, или все, поезд ушел? Касаясь вот этой думской компании конкретной, где вы фигурируете в тройке, фигурировали. Слышали такую фразу «Надежда умрет последней». Хотя столкновение с судебной системой Российской Федерации не всегда внушает доверие на честное и справедливое рассмотрение дела. У нас для того, чтобы выиграть, есть все. Вообще-то этой проблемой-то быть не могло. Потому что ясно, что когда человек пишет заявление, ну, или там юристы рейдеров ему помогают, ну, хоть минимум надо было приложить документы. Но почему-то документы были не приложены. Хотя на заседании ЦИК, если вы внимательно слушали, вот этот вот адвокат, позволение сказать, сказал, что у нас на руках все документы есть. Ну, что, если есть документы, что не приложить? Он говорит, нам документы до сих пор, вот тех наших оппонентов, не дали. Почему? Потому что якобы Булаев сказал, что это для служебного пользования. Ну, как же можно оправдываться или давать пояснение, если тебе даже документы не дали в руки? То, что видно на ксерокопии, то есть на экране, там видно, что никаких подписей, печати, опастили, ничего этого нет. Документы составлены абсолютно топорным образом. Потому что если бы в реестре, о котором говорят наши оппоненты, было хоть упоминание о Хмельницком, я бы, может быть, согласился. Но мы же имеем все документы, а в реестре упоминания о Хмельницком нет. Поэтому это, по меньшей мере, неправдивые, неправдоподобные документы, тем более я вам говорю уже про оформление. Еще раз. У нас для того, чтобы выиграть, есть все основания. Можно было даже не начинать это дело. Но в России, к сожалению, не всегда, скажем так, правда торжествует в суде. Павел Николаевич Грудинин, политик, директор совхоза имени Ленина. Надеюсь, что отчасти мы прояснили произошедшее. Но остается следить и наблюдать за тем, как история будет развиваться и как КПРФ в вашем лице, в том числе, подойдет к предстоящей думской кампании к дням голосования. Спасибо большое. Это был Иташ. Спасибо, Павел Николаевич. Спасибо.